Добрый вечер! Потому что это работа, которая очень сложно показывать в репродукциях, и я заранее предупреждаю, что то, что мы сможем увидеть в репродукциях Ротко и Таррелла тем более, только очень отчасти передает подлинный опыт переживаний этих произведений вживую. То, что объединяет этих двух очень разных художников разных поколений, это именно понятие опыта, экспириенса, потому что их произведение – это не просто некая картина, которую ты смотришь, или работа, которую ты смотришь, это произведение, которое зритель переживает как некий экспириенс, как некий опыт пребывания внутри даже, скорее, этой работы, чем перед нею. И это отчасти их объединяет. Объединяет их кто? Ну, очень простая связь с Тарром. Действительно, говорит, что Ротко – это его любимый художник, но при этом это художники, работающие, как вы знаете, абсолютно работавшие или работающие в разных медиа. Марк Ротко – это художник, представитель американского абстрактного экспрессионизма, так же, как и Джексон Поллок, о котором мы говорили на одной из предыдущих лекций, так же, как и Барнет Ньюман. То направление в абстрактном экспрессионизме, к которому относится Ротко, называется «Живопись цветовых полей», сложилось оно в конце 40-х-50-х годов прошлого века и было, наверное, таким последним величайшим подъемом живописи, чистой живописи в современном искусстве, потому что, конечно, сохранилась картина, сохранилось изображение, но именно такую квинтэссенцию живописи искали, нашли, видимо, и выразили именно американские абстрактные экспрессионисты середины XX века, что это живопись, которая не опирается ни на сюжет, ни на повествование, ни на декоративные какие-то элементы живописи, как абстракция, как чистейшее выражение живописи, и, как и в случае с Полоком, и в случае с Ротко, это художники, которые сами эти возможности живописи доводят до предела. Дальше после этого в чистой живописи делать нечего, поэтому оба художника, и Полок, и Ротко, доводят средства живописи до того момента, после которого те задачи, которые они перед ней ставят, можно продолжать и нужно продолжать другими средствами, другими медиа, другими видами искусства. Поэтому таким логическим продолжением Марка Ротко оказывается Тарл, который работает не с живописью, а с инсталляцией, с чистым светом, о чем мы будем говорить дальше. И это некая логика современного искусства, когда в одном медиа сменяют друг другу разные задачи, одна и та же задача переносится на совершенно различные медиа и различные виды искусства. Ну, собственно, поговорим отдельно о Ротко. Ротко, как вы знаете, родился, уроженец России, он родился, вернее, бывшей Российской империи. Место, в котором он родился, находится на территории нынешней Латвии. Еще до революции, когда он был ребенком, его родители эмигрировали в Америку, опасаясь еврейских погромов, что тогда очень актуально было. И вырос, собственно говоря, в Америке. Вырос он уже в Америке, уехал со всем ребенком. Черно-белая фотография. На фотографии Марк Ротко изображен почти в полный рост. Это пожилой мужчина с лысиной, растрепанными седыми волосами, в очках. Крупный нос с горбинкой, губы поджатые. Он одет в черную рубашку и черные брюки. В левой руке почти докуренная сигарета. Он сфотографирован на фоне одного из своих монументальных абстрактных полотен. Он учил прекрасное образование, как и традиционное образование, которое ему дала его семья, образование, связанное с традициями иудаизма. Так и, собственно говоря, уже американское образование. Он прекрасно говорил на английском с детства. Он поступил в Ельский университет, один из самых престижных и значимых университетов Соединенных Штатов, где он получил стипендию благодаря тому, что он отлично учился. Это неоплаченное образование. Но ему там довольно быстро надоело. И очень достаточно молодым человеком, не окончил университет, он решает посвятить себя искусству. И сначала, вроде бы, он собирался заниматься театром. Но поскольку из числа начинающих актеров вербоваги натурщиков для художественных школ, он таким образом оказывается в художественной школе, видит этот сеанс рисования с натуры, после чего решает стать живописцем. И получает уже образование живописца. Ну, естественно, как и все абстракционисты XX века, нет такого абстракциониста, который не проходил бы через различные фазы фигуративного искусства. И ранние работы родко-довоенные ученические работы носят следы увлечения всеми возможными формами модернизма, европейского в основном, которые тогда были известны и доступны. Узкий прямоугольный холст ориентирован вертикально. На голубом фоне фигура обнаженной женщины, выполненная в желтых тонах. Женщина изображена почти в полный рост. У нее массивные бедра, крепкие и сильные руки, небольшая округлая грудь, волосы собраны. Она изображена в движении, будто идет к краю картины. Фигура занимает большую часть полотна. За фигурой ее контрастная черная тень. Работа выполнена крупными мазками. Он последовательно проходит через все возможные влияния. Совсем ранние его вещи были более-менее экспрессионистского толка, его учителем. Они такие совсем ученические, не очень интересные. И более-менее такой интересный период у него начинается в конце 30-х годов, когда он создает вот такую вот серию работ, посвященных Нью-Йоркской подземке. Картина «Вход в метро». Прямоугольный холст ориентирован горизонтально. Интерьер одной из станций Нью-Йоркского метро. Темно-чернильный пол, стены лилового оттенка. В центре композиции светлый проем в полу, видимо, лестница, ведущая на платформу. По лестнице спускается фигура в бордовом плаще и шляпе. Ей навстречу поднимается фигура в плаще желто-горчичного цвета. Проем обнесен голубой металлической решеткой с вертикальными прутьями высотой в половину человеческого роста. По углам проема расположены четыре колонны на две трети, закрашенные темно-чернильной краской, верхняя треть колонн светло-песочного цвета. В дальней стене, правее от центра картины, проем коричнево-бордового цвета. В проеме расположены, по-видимому, турникеты желто-горчичного цвета. За турникетами стоят сотрудники метро в серой униформе. Картина выполнена большими цветными плоскостями. Лица персонажей и детали не считываются. Жил тогда в Нью-Йорке, которая была средоточием интеллектуальной и художественной жизни Соединенных Штатов. По сюжетам, это первый сюжет, который связан именно с Америкой, потому что в отличие от Полока, который формировался именно в русле сугубо американского искусства, он был учеником Томаса Харта Бентона, Пола Ротко скорее следовал традиции европейского модернизма. Для него было очень важно на каком-то этапе эмансипироваться от этого европейской традиции, которая давлела американскому искусству, и найти какой-то свой путь в искусстве. И вот в 1930-е годы он начинает рисовать, делать более-менее реалистическую живопись, посвященную европейской подземке, пресекающуюся, во всем случае, на уровне сюжетов, например, с картинами Эдварда Хоптера. Но делает ее очень интересным образом. Может быть, его изначальное желание заниматься театром тут тоже как-то сказалось, потому что все эти картины выстроены как мизансцены. И очень важно здесь пространство, в котором существуют эти фигуры. Пространство, которое, в общем-то, если сделать вымысленную операцию и изъять эти фигуры из пространства, останется, в общем, абстрактное полотно, очень похожее на те абстрактные полотна, которые Ротко будет писать в свой зрелый период творчества. Прямоугольный холст ориентирован горизонтально. Перрон Нью-Йоркского метро. Большую часть картины занимает плоскость стены желто-горчичного цвета. Пол перрона серо-белый, белый потолок с квадратными впадинами опирается на четыре бирюзовые колонны. Правее от центра картины в стене узкий проем, через который просматривается белая стена, выложенная плиткой, и фрагмент лестницы, уходящий вверх. На перроне стоят люди в одежде оттенков серого, желтого и красного цветов. Люди одеты по моде конца 30-х годов, их силуэты вытянуты. Некоторые будто спрятались за колоннами и видны только наполовину. И потом, как вот это его, условно говоря, реалистический период сменяется новыми поисками в области экспрессионизма, опять-таки очень важно, как здесь придумано пространство, и важно, что фигуры, которые он рисует, постепенно из персонажей, более-менее, условно живых, превращают, обретают такую статуарность, что это скорее скульптура, которая вписана в некое условное пространство, и возникает тема, связанная с античностью. Тема, которая для Ротка были очень важны философски, как и многие художники, интеллектуалы поколения. Он был под влиянием философии психоанализа, не самой медицинской практики, клинической психоанализа, а именно психоанализа, как философии такого юнгианского толка. И поэтому идея об античных сюжетах, античных трагедиях, которые возникают в наши дни, которые актуальны в наши дни, которые являются вечными, его как-то каким-то образом затрагивало. Поэтому он обращается к сюжетам, связанным с античности, и обращается к искусству, также к отсылающему к античности. Вот одна из его вещей, тоже, видимо, довоенных, которая называется интерьер. Картина-интерьер Прямоугольный холст ориентирован вертикально. Все пространство картины занимает стена классического интерьера. Стена разделена пополам белым липным карнизом. Верхняя часть стены насыщена бордового цвета, нижняя – изумрудного. По вертикали стена разделена на три части белыми пилястрами, накладными колоннами. В средней верхней части – картина в золотой раме. На картине, на черно-белом фоне, изображена фигура в длинном золотистом одеянии. Сюжет неясен. В левой и правой нижних боковых частях две скульптуры, изображающие обнаженных женщин. В центральной нижней части стены – дверной проем. В дверном проеме – группа людей. Картина выполнена крупными мазками, детали читаются плохо. Ера, которая достаточно явно отсылает к древнеримской живописи, к помпейским фрескам. Если сравнить их со знаменитой «Виллой мистерии» помпейской, то видно, что он более-менее ссылался именно на это. А в Италии и в Помпеях родко побывают гораздо позже, чем он написал вот это. Вот это что у нас происходит? У нас не то происходит. Несколько позже, чем он написал вот эту работу, побывает он в 50-е годы, но, конечно, он ее уже знал по репродукциям. Это одна из самых знаменитых фресок Помпей. И сам этот замечательный темно-красный цвет, который присутствует на этих фресках, видимо, потом каким-то ужасом, возможно, вдохновил его работы, живописной абстракцией зрелого периода, многие из которых, в случае, самые известные из них, выдержаны вот в этой самой темно-красной гамме цветовой. После и в сюжетах, к которым он обращается, тоже в тех картинах, которые имеют название, что не очень часто бывает уродка, опять-таки присутствуют античные отсылки к античным мифам, это было жертвоприношение их и гении. Прямоугольный холст ориентирован вертикально. На желтом фоне изображен черный конус с тонкими светлыми полосами. Конус занимает около третьей высоты изображения. Снизу из-под конуса торчат две вертикальные линии терракотового цвета, напоминающие человеческие ноги. За конусом расположена группа наложенных друг на друга сложных геометрических фигур красного, белого и темно-зеленого цветов. Одна из фигур напоминает собачьи челюсти. В правом верхнем углу картины расположено бежевое пятно неправильной формы, вытянутое по горизонтали. Пятно напоминает человеческую руку, тянущуюся к конусу. Под рукой расположено вытянутое по вертикали прямоугольное пятно по размерам близкое к конусу. Пятно светлого желто-коричневого цвета и покрыто волнообразным узором. Картина выполнена большими цветовыми плоскостями. Ну, это уже 40-е годы, и уродка, как вы видите, по этим работам начинается новый период, период увлечения сюрреализмом, который тогда был главным направлением в европейском искусстве, направлением очень близким для Америки, потому что большая часть европейских сюрреалистов во время Второй мировой войны эмигрируют в Соединенные Штаты, там проводят их выставки. То есть это, в общем, направление, течение, которое в 40-е годы, почти как в конце 30-х, в 40-е годы существовало в общем основном в Америке, переехало туда и оказало огромное влияние на американское искусство. Опять-таки, это сюрреализм, сплавленный с некими условно-античными сюжетами, пока там есть сюжеты, которые можно опознавать. И в это время Ротко разрабатывает концепцию живописи, что картин, которые должны быть такими же мощными, такими же универсальными, как библейские античные или античные сюжеты, или сюжеты античных мифов и трагедий, или сюжеты трагедии Шекспера, но действительно создать что-то достаточно равновеликое по воздействию универсальное, он словно, наверное, позже, когда он обратился в некую нефигуративную живописи. Без названия. Квадратный холст. На терракотовом фоне изображены несколько прямоугольников разных размеров. В каждом прямоугольнике свое изображение. Правую половину картины занимает большой прямоугольник. В нем изображен худой мужской торс. Грудная клетка выгнута вперед. Видно, что руки разведены в стороны и чуть подняты. В левой части картины вверху группа схематично изображенных лиц. Выражения скорбные. Лица написаны белой краской и будто перетекают одно в другое. Под ними два вытянутых горизонтальных прямоугольника. На каждом изображена одна рука по локоть. Из обеих раскрытых ладоней торчит по гвоздю. Ниже еще три прямоугольника разной формы. В одном три пары обнаженных ног со сведенными коленями. В другом поникшая кисть руки. В третьем пара стоп с воткнутыми в них гвоздями. Изображения выполнены условно. Пока он еще пытается эти сюжеты разрабатывать в фигуративной живописи, которая постепенно становится все менее и менее фигуративной. Существует феномен абстрактного сюрреализма. Такие художники, как Хуан Мирон, который жил в Америке тогда и встречался со многими американскими деятелями американского абстрактного экспрессионизма. Это непосредственно учитель Ротко Арчи Борьки и выходец из России, который заработал в Америке. Постепенно персонажи, которые присутствовали в ранних работах Ротко, превращаются в фигуры и в знаки. Гораздо важнее в некие ландшафты. Постепенно эти фигуры оказываются уже не фигурами в пространстве картины, а некими абстрактными формами. От сюрреализма Ротко переходит сначала к варианту абстрактного сериализма и потом к некой переходной для себя первой фазе абстракции, которая называлась мультиформа. Это картины, в которых фигура уже сливается с фоном, вернее, исчезает деление свойственной фигуративной живописи на фигуру и пространство, в которое она помещена. И доминирующим фактором воздействия на зрителя становится цвет, который Ротко очень занимал. В 1920-е годы Ротко не только учился в живописи, но и преподавал живопись, он преподавал ее детям. И не только преподавал детям, но и учился у них. Тогда он разделял идею многих модернистов, что настоящий современный художник, художник-модернист должен быть ближе не к академическому искусству, а к творчеству детей или к примитивному искусству. И поэтому он учился у детей, пытался понять, как же они творят, как же они рисуют, с чего они начинают. И для него было очень важно, что ни в коем случае не нужно начинать преподавание с рисунка, потому что рисунок это уже то, что дает академизм. А нужно начинать с цвета, потому что для любого ребенка, для любой изначальной пульс живописи, это желание положить тот или иной цвет, это воздействие цвета. Без названия. Прямоугольный холст ориентирован вертикально. Оранжевый фон, более светлый сверху, становится темнее к низу изображения. На картине сверху вниз расположены семь прямоугольников разных размеров. Прямоугольники разных оттенков оранжевого и красного цветов. В центре, ближе к правому краю изображения, расположен синий горизонтальный прямоугольник. Он занимает чуть больше половины изображения в ширину и около одной пятой в высоту. Границы прямоугольников размыты. И в этом смысле Родко достаточно близок, например, к исторической абстракции, к тому, что разрабатывал Василий Кандинский, который в своей книжке о духовном искусстве, которая была переведена, которую Родко, скорее всего, читал, разрабатывал свою систему, как различные цвета воздействуют на сознание человека, где за каждым цветом закреплялся определенный способ воздействия, определенный круг значений, ассоциации, эмоции. И таким образом художник, управляя цветами, должен был играть на сознании зрителя, добиваться тех или иных, не рассказывать зрителю историю, а добиваться того или иного психологического эффекта. Но Кандинский считал, что любой цвет, книжка написана, по-моему, в 19-м году, если я не ошибаюсь, пока что даже живопись может стать абстрактной, но все равно цвет, так или иначе, цвету должна соответствовать какая-то форма, цвет неотделим от формы. Поэтому Кандинский вырабатывает систему, при которой там треугольник, по-моему, всегда желтый, квадрат всегда красный, круг всегда синий. Родка делает следующий, Родка и абстрактные экспрессионисты делают следующий шаг. Они начинают работать с цветом, который не привязан к никакой форме. Собственно говоря, то, что он делает, это эмансипация цвета как такового. Форм у Родка, чем дальше, тем меньше будет оставаться. И, собственно говоря, про его живопись нельзя говорить, что он вообще использует те или иные формы. Он использует цвет. С начала 50-х, конца 40-х годов, все его работы в имеют одну и все его полотна, используют очень ограниченный словарь формы. Это всегда вот такие прямоугольники на холсте, прямоугольники, которые сделаны очень хитрым образом. Когда мы видим такого вида построения на абстрактной полотне, мы привыкли там видеть пейзаж. Если есть горизонтальная полоса, мы должны представить ее коплению горизонта. Картина Родка сделана таким образом, чтобы именно горизонта там и не было. Чтобы эту картину нельзя было считать как пейзаж, нельзя было считать как окно, например, хотя иногда там есть композиции, которые похожи на окно. Единственное, если это как-то можно считать, то это некая дверь, некий проем, за которым открывается что-то, куда он и заманивает зрителя. Хотя там все происходит не совсем так. Из таких влияний, которые Родка явно испытал, помимо влияния сюрреализма, через который он пришел к абстракции, может быть, помимо влияния Кандинского, который он знал, наверное, еще одно решающее влияние было это влияние, связанное, с одной стороны, со старинной живописием. Он всегда был поклонником Уильяма Тернера, чьи пейзажи достаточно часто оказываются уже почти нефигуративными. Тернер от художника, который прекрасно представлен в американских собраниях, то есть он его точно мог видеть в Нью-Йорке. И другой художник – это Анри Матисс. Тоже картина, которую я вам показываю, картина, которую Родка точно знала, любила, это картина, которая находится в собрании Нью-Йоркского музея современного искусства Мома, то есть он в любом случае их видел. Это достаточно поздние вещи Матисса. Анри Матисс. Картина «Красная мастерская». Интерьер комнаты. На переднем плане в левом углу небольшой прямоугольный стол. На столе карандаши, белый круглый предмет с изображением обнаженной женщины, возможно, тарелка, прозрачный винный бокал. Также на столе стоит вытянутая зеленая ваза, из которой свисает ветка вьющегося растения. Ветка обвивает статуэтку обнаженной женщины. Также на переднем плане справа расположен стул. В глубине комнаты у дальней стены слева направо большая розовая картина, прислоненная к стене, несколько рам и картин, также прислоненных к стене, большие напольные часы, комод, две подставки под скульптуру, напоминающие вытянутые табуретки с круглым сидением. На подставках две небольшие скульптуры. На дальней стене развешаны яркие картины в золотых рамах. Стены и пол однородного ярко-красного цвета. Они сливаются в единую цветовую плоскость. Предметы мебели такого же красного цвета, только обозначены тонким желтым контуром. Изображение напоминает детский рисунок. Перспектива искажена. Вещи, в которых Матисс занимается тем, что занимается высвобождением цвета, и вот эта самая красная мастерская знаменитая, с тем же самым прекрасным красным цветом, который был одним из любимых цветов Родко, это картина, которая, собственно говоря, фигуративная. Здесь есть интерьер, но этот интерьер настолько условен. Работает он плоскостями и пятнами, работает он цветом, работает он теми же выразительными средствами, которыми потом будет работать Родко. И вот такими плоскими яркими пятнами. И если смотреть картины Матиссы дальше этого же периода, то в них попадается, например, вот такое произведение, которое... Как бы мы привыкли, что Матисс фигуративный художник и абстракционист, поэтому мы здесь видим верный проем. Но на самом деле, собственно говоря, фигуративность этой картины абсолютно условна. Это, в общем, совершенно абстрактное по своим задачам же описано полотно. Анри Матисс. Окно в Калиури. Прямоугольный холст ориентирован вертикально. В левой части холста расположен узкий прямоугольник светло-голубого цвета, разделенный тонкими черными горизонтальными линиями на пять равных частей. Он вытянут почти во всю высоту холста. По-видимому, это раскрытая створка французского окна. Правее, более половины полотна, занимает большой черный прямоугольник оконного проема такой же высоты. Правее узкая светло-серая плоскость оконного откоса и узкий прямоугольник начала стены яркого салатового цвета. Картина напоминает геометричную абстракцию. Очень похожая на решающие те же задачи, которые в своей живописи зрелого периода будет решать Родко. Собственно говоря, вот эти прекрасные цветовые пятна, которые устроены очень странным образом. Эта картина, как бы, ну вот, мы говорили там про окно и про ландшафт, то есть про то, как мы считываем любую картину. Эта картина – это что-то, куда мы заглядываем. Это некое виртуальное умопостигаемое пространство, в которое мы можем заглянуть, даже если эта картина абстрактная, в полотнах Малевича все равно есть некий космос, в котором витают фигуры. В полотнах Кандинского есть ощущение пейзажа. Родко выворачивает это отношение к картине. Это картина, которая, опять, вот это то, что не в силах показать репродукции, но то, что действительно существует как эффект этих полотен. Картина Родко построена таким образом, что она выплескивается на зрителя, что она создает некое поле перед тобой, в котором ты оказываешься. Ты не заглядываешь за рамой в картину, а наоборот, из этой рамы, вот это живописное, собственно говоря, цветовое поле, которое читается как некое поле энергетическое, выходит и втягивает тебя. Поэтому для Родко очень важно, в чем еще принципиальное различие между принципиальной особенностями гигантского амбстрактного компрессионизма, он всегда очень большие полотна. Это полотна, которые рассчитаны на музейные залы, и Родко очень щепетильно относился к тому, как его картины представлены на выставках. Он отказывался участвовать в коллективных выставках, что, как вы понимаете, очень сложно для художника, который хочет выстроить свою карьеру. Либо ты участвуешь в коллективах, потому что персональную выставку сразу тебе не устраивают. Для него было принципиально важно, что он не дает своей работы на коллективные выставки, что он выставляет их только сериями. Что нельзя взять одну картину Родко и повесить ее в музее рядом с картиной хотя бы Поллока и Барната Ньюмана. Можно взять только целую серию картин Родко и повесить их так, как Родко сам считает нужным, и специально выставить для них свет. Он был крайне щепетильным в том, что касалось освещения. Те, кто видел выставку в гараже, помните, какой там был сложный, мягкий, затемненный, не похожий на обычное музейное освещение свет. И это свет, который выставлялся по возможности, следуя советам и требованиям самого Родко. Соответственно, зритель оказывается в неком, не перед картиной, а в неком помещении, организованном Родко, помещении, которое эта живопись, среде, которую эта живопись создает и генерирует. Эти картины генерируют между собой. Как я говорил, это уже достаточно большие полотна, но не кабинетного размера. Полотна, как в разном, в традиционном искусстве, когда возникает огромный формат полотна, это значит, что эта картина предназначена не для индивидуального созерцания, а для общественного. Это не картина, которая висит дома, это картина, которая висит в публичном месте. Рассчитано, что ее смотрит не один человек, а что ее смотрит толпа или смотрит общество. Для Родко, как ни странно, огромные форматы, его полотна, видите, это действительно такие зрелые работы, достаточно большие картины, объемные. Для Родко было очень важно, что большая картина, почему нужен большой формат, потому что именно этот большой формат создает интимность контакта. Зритель может, это большая картина, в которую зритель может целиком погрузиться. Это картина, которая своим форматом отменяет то, что находится вокруг нее. Поэтому очень важно, чтобы это было одно пространство, чтобы там ничего не мешало ему, чтобы зритель оставался наедине с этой картиной. Поэтому для Родко, к чему я веду, к тому, что он уже саму свою живопись решал не совсем как живопись. Он не мыслил, как мыслили традиционные живописцы, пусть и живописцы XX века. Он не мыслил картинами, он мыслил пространством. Он мыслил, собственно говоря, инсталляциям, потому что все его живописные серии придумывались и складывались как инсталляции. И его идея, поэтому отказ от участия в коллективных выставках. Цветная фотография. Белый музейный зал. Женщина смотрит на работу Родко. Это квадратный холст, высотой приблизительно в человеческий рост. Терракотовый фон. На нем почти во весь размер холста ярко-синий квадрат с неровными границами. Цвет квадрата неравномерный. Внутри квадрата на расстоянии одной пятой его ширины от края справа и слева проведены вертикальные линии того же цвета, что и фон. Очень важно освещение, поэтому очень важно, как это выставлено, в каком пространстве, на каком расстоянии от пола висит картина, на каком расстоянии от стен висит картина. Это все то, что Родко крайне придирчиво выяснял и оговаривал, когда он продавал свои картины в музее или давал их на выставке. И известно, что Родко в какой-то момент даже отказался от участия в документе знаменитой выставки «Максимерным фулумом современного искусства», которая проходит с 50-х годов в Германии, и по значительности соперничество косменицианской биеннале. Вот его приглашали принять участие в этой выставке, не зная, к сожалению, какого года. И он отказался в ней участвовать, что ему не хотелось отдавать свою работу. Опять-таки работа на коллективную выставку, то еще там, где он не может контролировать, как они будут развешены. И единственное, что он предложил куратору, что он бы хотел, может быть, что он не против, выставиться в Германии. Это еще для Родко, как еврея, Германия после войны. Это тоже довольно сложный момент. Но он говорит, что единственное, что он бы хотел сделать в Германии, это построить часовню, в которой бы висели его картины, и ничего кроме них. И это часовня, которая могла бы быть мемориалом жертв Холокоста, жертв всех погибших в этой войне. Вообще, переход к абстракции для Родко был во многом связан с переживанием трагичности XX века, катастрофы Второй мировой войны. У него есть фраза, когда он говорит, что перед лицом этого ужаса, этой катастрофы, этой трагедии, которая произошла, человеческая фигура не в силах даже поднять руку в жести отчаяния. То есть человек, человеческая фигура, вообще любое фигуративное искусство не в состоянии передать этот ужас, передать это потрясение. Поэтому искусство, которое должно выразить эти ощущения, выразить всю глубину этих переживаний, может быть только абстрактным. Опять-таки, достаточно есть искушение связать идеи Родко с запретом на изображение, которое существует в иудейской культуре, но никаких свидетельств того, чтобы он был набушным иудеем, нет. Семья была, вырос в этой традиции, но в молодости он, как и все американские интеллектуалы, симпатизировал левым. Собственно говоря, про его религиозность ничего не известно, кроме того, что свои картины он, конечно, воспринимал отчасти как, свое искусство он воспринимал как некий метафизический, спиритуальный опыт, но не конкретизирует привязанность к какой-либо религии, наверное. И вот тогда, как бы поэтому то, что он предлагает, как идеальный способ, как должны быть представлены его картины, как зритель должен с ним общаться, это некая такая утопическая идея, система часовин, вот эта часовня или капелла, которую он предлагает поставить в Германии вместо участия на документе, что, к сожалению, не состоялось, и что в Америке его работы должны не висеть в музее, на общем основании, даже в отдельном зале, а должны находиться в неких специальных, в идеале, в специальных местах, которые разбросаны по всему городу, желательно, может быть, за городом, не в каких-то людных местах, должны стоять маленькие пространства, маленькие здания наподобие капеллы, в этих капеллах должны висеть 2-3 работы, куда зрели, человек должен приезжать и медитировать, пребывать в размышлениях, созерцать эти произведения. Поэтому, когда в 60-е годы Родко уже становится, в 50-е годы становится все-таки уже знаменитым художником, ему предлагают заказ его мечты, ему, наконец, предлагают сделать своего рода тотальную инсталляцию, ему предлагают сделать серию фресок, а фреск его и фресковая живопись его очень интересовала, к тому времени он уже съездил в Италию, посмотрел Помпей, посмотрел эти росписи традиционные, поэтому задача создать некое единое живописное цветовое пространство его страшно занимала. для здания Сиграм. Сиграм – это, наверное, из самых знаменитых нью-йоркских небоскребов, построено оно в конце 50-х годов, архитекторами Миссом Ван дер Рой, это выходец из Баухауза, один из основоположников современной архитектуры, архитектуры модернизма, которая в Америке получает название International Style. Цветная фотография. Небоскребы Нью-Йорка. На фоне более светлых зданий – темно-серые здания небоскреба Сиграм. Это 38-этажное строение напоминает узкий, вытянутый вверх прямоугольник, полностью покрытый стеклом. Нижние этажи частично подняты над землей, на черных сваях, круглых в сечении. Из-за этого создается ощущение, что здание зависло над землей. Вот такие вот здания, минималистские здания стекла и бетона, и Филиппом Джонсоном, одним из самых знаменитых американских архитекторов, который много периодов пережил в своей жизни. Из-за того, что он был последователем Баухауза, в общем, он стал одним из основоположников постмодернизмской архитектуры, но это такое отдельное примечание. Вот такое здание в Нью-Йорке, где очень важно было, что это не только само здание, но и интерьер. Интерьер до малейших деталей продумывали те же архитекторы. И на первом этаже этого здания находится ресторан 4 сезона, Four Seasons, и все малейшие детали этого ресторана были продуманы теми же дизайнерами, архитекторами. И посуды, столовые приборы, которые до сих пор в этом ресторане используются, являются частью коллекции Нью-Йоркского музея современного искусства. Настолько они уникальны, настолько это такая единая среда. И Ротко предлагают сделать фрески или настенные росписи для этого самого ресторана 4 сезона. Чем он с огромным увлечением занимается, создает огромное количество, огромный цикл выдержанных в этой самой красноватой гамме. Знаете, это такая гамма, как то, что ты видишь, когда глаза закрываешь немножко, такое погружение в эту живопись. Знаменитый цикл, который он делает. И ему обещают, получается у него огромный аванс, получает огромный гонорар один из самых. Это был действительно очень важный для него еще финансовый и творческий заказ. Цветная фотография. Белый музейный зал с тремя светящимися прямоугольными проемами в потолке. В зале висит серия работ Ротко. На противоположной от камеры стене висят две работы. Холсты сильно вытянутой прямоугольной формы, ориентированные горизонтально. Они висят один над другим и вместе образуют большой квадрат. На обоих картинах фон темного насыщенного красного цвета. На верхнем полотне, по центру, ближе к верхнему краю, изображен контур большого прямоугольника. Прямоугольник занимает три пятых от ширины холста и почти всю высоту холста. Линии контура изображены более темным оттенком красного с легким синеватым отливом. Линии толстые, с неровными краями. На нижнем полотне изображен похожий прямоугольник, но он занимает почти всю ширину холста. И перед тем, как все было, когда он уже все приготовил, почти завершил этот цикл своих картин, он решает со своей женой сходить и пообедать в этом ресторане, чтобы наконец понять, где будут висеть его произведения. И когда он туда приходит и возвращается оттуда, он приходит в такое возмущение, что он отказывается давать свои работы для этого ресторана и возвращает этот самый огромный аванс. Ему что там произошло, это очень непонятная история. То ли он неправильно понял заказчика и думал, что это будет не ресторан, а холл или столовая, в которой собираются для офисных работников, то есть офисное здание. То есть он рассчитывался, это какая-то более демократическая ситуация. Хотя, собственно говоря, то, что он придумал, выглядело как об этом пространстве этих фресок, что это тоже пространство скорее сакральное, чем светское. То ли ему не понравились просто зрелища этих, то ли он вообще не додумал эту историю, что его эти фрески придуманы для помещения, в котором богатые люди, это дорогой ресторан светский, будут сидеть там, жевать, выпивать, а совершенно не медитировать на его работы. В общем, произошел скандал, он отказался отдавать эти фрески, вернул деньги. И несколько лет спустя все эти фрески, весь этот цикл, он передал лондонской галереи Тейт. И причем передал при условии, что все они будут выставлены вместе. Вместе с куратором, тогдашним директором Тейт, который приезжал к нему в Нью-Йорк, они придумали вместе план зала, как он освещен, на каком расстоянии, каким именно образом вывешены эти работы. Эти работы, вернее, часть этих работ действительно долгое время высела в Тейт. В Тейт-Бриттон, туда была только одна галерея Тейт. И когда открыли галерею Тейт-Модерн, новое здание, то с большой помпой там специально открывался вот этот зазал Родко, куда перенесли эти работы уже в более полный цикл. И до сих пор это является одним из главных аттракционов лондонских, аттракционов Тейт-Модерн. Вот эти самые знаменитые комнаты Родко, где творчество Родко представлено наиболее полно. И, наверное, ближе всего к тому, как сам художник хотел видеть свои произведения. Единственный музей, в котором ему удалось сделать свою комнату, выставить свою работу так, как именно он хотел их сделать, это Вашингтонская Philips Collection, частная коллекция очень большая и красивая, где он предложил не ряд картин, а именно такую комнату Родко, комнату, в которой картины повешены именно на том расстоянии от пола, именно так, как он хотел, именно с тем освещением, с каким полагается, и так далее и подобное, где все его требования были соблюдены. Цветная фотография. Угол белой музейной комнаты с деревянным полом. В центре комнаты темно-коричневая деревянная скамья без спинки. На левой стене большой вертикальный прямоугольный холст выше человеческого роста. На светло-коричневом фоне почти во весь холст изображен прямоугольник. Прямоугольник разделен по горизонтали таким образом, что верхняя часть совсем немного меньше нижней. Верхняя часть темно-зеленого бутылочного цвета. Нижняя – насыщенного оранжевого. Границы неровные. На правой стене прямоугольный холст такого же размера, насыщенный оранжевый цвет фона. Почти во всю ширину холста изображен желтый квадрат. Он расположен ближе к верхнему краю изображения, так что снизу остается довольно широкая полоса оранжевого. Обе картины повешены таким образом, что расстояние от пола до холста и от холста до потолка равны. Но требования связаны все-таки именно с живописи, с живописными полотнами, а не с идеей вот этих фресок или панно, как бы на стене живописи, не только тотальной инсталляции, которые были фрески для Сигрома, так и не нашедшие свое место, к сожалению. Другой проект, который, например, мы тогда же делаем, это проект для Гарварда, это тоже проект фресок, которые сейчас хранятся в Гарвардском музее, тоже в оригинальном месте, для которого они были предназначены, так их нельзя увидеть. И, насколько я понимаю, Ротко тоже не был особенно доволен тем, что у него получилось, и тем, как это было выставлено. То есть вот эта самая тотальная инсталляция Ротко тоже, к сожалению, не существует. Но такой вот вершиной его карьеры, наверное, идеальным его произведением стал заказ, который он получил от хьюстонских коллекционеров, меценатов, филантропов, Четы Джона и Доминик Доминилов, которые предложили ему сделать 14 картин для капеллы, которую они открыли при Католическом университете Святого Фомы. Цветная фотография. Белый зал с многогранным куполом. В плане купол представляет собой девятигранник с неравными сторонами и напоминает квадрат со срезанными углами. Стены заполнены огромными полотнами, выкрашенными в очень темный синий цвет с фиолетовым отливом. Доминила – это знаменитая черта, коллекционеров, которая собрала одну из лучших частных коллекций современного искусства в Соединенных Штатах. Их наследники создали The Art Foundation. Это фонд, который поддерживал все искусство с 70-х, 60-х, 70-х годов и до сих пор поддерживает. Причем поддерживал минималистов, поддерживал ленд-арт. То есть такие самые затратные, масштабные и некоммерческие формы современного искусства. Доминила были выходцами из Европы и были католиками. И поэтому для них было важно сделать католическую капеллу, католическую часовню, но чтобы ее сделали лучше, как они считали, самый знаменитый, лучший на тот момент современный художник Америки, вне зависимости от того, какого, собственно говоря, он вероисповедания. Идея сделать эту капеллу Доминилом пришла после того, как они путешествовали по Франции вместе с очень примечательным персонажем Мариоланом Котюрье. Это священник-бенедиктинец, который был художником, увлекался искусством, сам изготавлял витражи. И у него была и человек, который реформировал современное религиозное искусство. То есть для него было в 50-е годы, он настоял на том, чтобы это происходило во Франции, чтобы с церковью начали сотрудничать современные художники, сотрудники модернисты. Неважно, вне зависимости от того, опять-таки, какого они вероисповедания, например, именно по инициативе. Потому что гениальный атеист даже в церкви лучше, чем бездарный католик, бездарный верующий. И, в частности, Мариолан Котюрье приглашал к сотрудничеству церковью Марка Шагала, который делал витражителей католических церквей, будучи абсолютной иудеем. Совершенно никаким католиком он не был. Котюрье был консультантом, наверное, вдохновителем двух самых знаменитых капелл во Франции, таких капелл модернизма. Это часовня капелла Четок Матисса, которая тоже никогда интереса особо к религии не появляла. В конце жизни он создал эту капеллу, посвятив его своей сиделке или подруге натурщице, которая была как раз католичкой. И вот он для нее придумал эту капеллу, которую консультировал самый замечательный священник. И часовню Раншан Ле-Корбезье, опять-таки Корбезье, который был атеистом, который решил все-таки построить религиозное здание. И когда Котюрье показал доминилом вот эти, он, собственно, устроил для них поездку, экскурсию по этим всем замечательным достижениям нового сакрального искусства, достижениям, которые, надо сказать, во Франции принимались в штыки. Это надо было проделать огромную работу, чтобы это стало приемлемым, потому что какие-то решения в Ватикане, какие-то работы выносились из церквей. В общем, он такой был тернистый путь достаточно, который он проделал. И доминилов эта идея, как бы все увиденное страшно, вдохновила. И они решили, что обязательно надо вот в этом университете, в котором кто-то из Ватиканов был. И он же когда-нибудь связан с этим католическим университетом, видимо, были его меценатами, что надо обязательно построить нечто подобное. И они придумывают вот эту самую капеллу и заказывают ротко-серию фресок. Причем его замысел был настолько тотальным и настолько продуманным, что ему пришлось менять изначально архитектурный план, что, собственно говоря, он придумал под свои эти фрески, под свои эти полотна, он придумал специально пространство. Это действительно тотальная инсталляция. Придумал свет. Почему свет менялся? Сначала, как вы видите, там был прозрачный купол, то есть там было дневное освещение, сейчас этот купол закрыт, но все равно там есть естественный свет в сочетании с искусственным, по-моему. И это освещение все время меняется. Эти картины, как вот эту звезду, и 14 полотен, вы видите, почти монохромных, абстрактных, которые представляют 14-е остановок крестного пути, условно говоря. Оно, во всем случае, так вот и задумывалось, как капелла задумывалась, как патолическое, но когда она была завершена и открыта, и открылась, и стала выпущена, открылась она и после смерти Мария Алана Кутюрье, он не увидел ее, и, по-моему, все-таки после смерти Родко, то есть он тоже не застал это целиком в полный рост. И было принято решение, что эта капелла не может быть капеллой какой-то одной конфессии. Капелла стала эквуменистической. И сейчас она существует, это работающее место, в котором небо существует капелла, в которой проходят, посмотрите, у них есть сайт, и там есть замечательная совершенно программа. Это капелла, в которой проходят лекции, в которой проходят концерты замечательные американские композиторы. Минималист Мортон Феллбан специально написал музыку для этой капеллы, которая может исполняться там, минималистскую. Там проходят сеансы медитации всех каких-нибудь индуистских, буддийских, иудейских, всех возможных религий. Там не проходят никакие однозначные религиозные обряды, там не празднуется Рождество или не празднуется Пасху, не другое. Но эту капеллу можно снимать, там можно устроить свадьбу, там можно устроить крещение, там можно устроить прощание с усыбшим. То есть это такое замечательное какое-то место, которое существует не как музей, а существует как капелла, и, видимо, играет достаточно интересную роль в жизни города Хьюстона, где это все построено. Невозможно передать абсолютно никакой репродукции, вот как выглядят эти картины. Близи никакому репродуцированию они не поддаются абсолютно. И там возникает замечательное, просто попробую своими словами рассказать, на что это похоже. Это почти черные картины, почти монохромные, которые немножко меняются, потому что меняется свет, потому что есть естественный свет, который проникает в эту капеллу. Когда ты туда входишь и начинаешь в них сматриваться, возникает ощущение, что это такая, знаете, вот самый черный час ночи, когда настолько темно, что понимаешь, что вот самый темный час уже миновал, что это настолько темно, что сейчас начнет светать. И там действительно вот ты в это вглядываешься и видишь, как из этой черноты, из этой темноты проступает уже вот какой-то проблеск, да, проступает что-то, то, что казалось черным, на самом деле вроде бы синее, вроде бы пурпурное. И там начинает вот как вот из этой темноты начинает возникать какой-то свет, что, собственно говоря, идеальное соответствие крестного страстей Христова. Я вот это лирическое отступление себе позволила, я не очень люблю говорить об искусстве в таких сентиментальных тонах, но я бы позволила себе ровно по одной причине, потому что когда я вот там съездила все это, пережила, я попыталась найти для этого слова, а потом я нашла сайт, на сайте текст Доминик Доминил, заказчица и инициаторша этой идеи, который описывает в живописе, вот как ровно почти теми же словами, слово в слово, что это ночь, в которой начинает брежить рассвет. Цветная фотография. Белый зал с многогранным куполом. В плане купол представляет собой девятигранник с неравными сторонами и напоминает квадрат со срезанными углами. Стены заполнены огромными полотнами, выкрашенными в очень темный синий цвет с фиолетовым отливом. Меня совершенно поразило, что оказывается, что абсолютно абстрактные, абсолютно нефигуративные картины могут на абсолютно разных людей вызывать абсолютно один и тот же эффект. Что вот эту черную картину два человека независимо друг от друга считывают, как вот этот самый темный час ночи, в котором начинается рассвет. И что действительно ему удалось, таким образом ему удалось управлять восприятием зрителя настолько, что непонятно, каким средством достигнуть именно этого и никакого другого эффекта. Это очень интересно, как мне показалось. Вот он создал эту капеллу, и после нее создал еще серию вот таких вот, это тоже зал в коллекции доминилов, это уже не в самой капелле, а в музее, который находится рядом, в котором висят картины серые на сером, черные на черном. Это его последние полотна, последних лет его жизни. Прямоугольный холст ориентирован вертикально, темно-серый фон. На нем, почти во всю ширину и длину холста, большой прямоугольник, разделенный по горизонтали на полосы разной ширины. Верхняя полоса узкая и белая, ниже полосы разных размеров от темно-серого цвета до черного. Полосы разделены контуром более светлого оттенка, границы неаккуратные. В конце жизни он очень тяжело болел, при этом он совершенно не хотел там не лечиться, не сажать, не бросить пить, курить, например, но какие-то принимать меры по защите своего здоровья. И более того, продолжал писать, ему запретили писать огромные полотна, поэтому для него это был выбор либо не писать, либо не писать. Это очень трагическое ощущение. И в 1970 году он, по-моему, покочил жить самоубийством. И последний, естественно, хочется продолжить этот ряд черных картин, которые он писал, хотя последние годы картины были совершенно не только черными, там были и красные, и манави, и другие цвета. И вот самое последнее, как считается, произведение, которое он создал, это красное полотно с этой полоской, которая уже немножко по-другому выглядит, как такая полустертая надпись или как какой-то выход. Ну, опять-таки, это уже из области сантиментов. Ну, в общем, это последнее полотно Родко, последняя картина, которая есть некий выход за пределы живописи, выход за пределы полотна. Собственно, чем он занимался, потому что он занимался не совсем живописью, как мне кажется, он занимался уже скорее искусством инсталяции. Квадратный холст. Фон светло-красного цвета. Цвет кажется светлым за счет того, что краска неровно ложится на холст, проглядывает белый цвет грунта. Видно, как художник наносил краску широкой грубой кистью. Почти все пространство холста занимает ярко-красный, неаккуратно написанный квадрат. Чуть выше середины на квадрате проглядывают две тонкие горизонтальные белые линии. И поэтому очень понятно, что так же, как из полок в каком-то смысле вышло искусство перформанса, из Родко вышло искусство инсталляции, вышла та проблематика, которой потом начинают заниматься художники следующей генерации, например, минималисты, которые создают цвета, форма, пространства, но уже не прибегая к живописи, не прибегая к краске и полотну, как медиа. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok